Всем добра времени суда, как вы знаете, несколько дней назад в группе была выложена позиция для решения и ее существенное отличие от, в принципе, довольно большого количества тактических упражнений, которые выкладываются у нас в группе заключалось в том, что как раз таки эта позиция была не на нахождение тактики, а на нахождение сильнейшего продолжения, скажем так, со стратегической точки зрения. Ну и позиция, которую, собственно говоря, я давал в качестве упражнения, она возникла в партии безгодов Балашов, сыгранной в 1997 году, и в дебюте была разыграна система Брейера в испанке. Понятное дело, что смысл данного ролика далеко не в том, чтобы показать здесь дебютные тонкости системы Брейера, поэтому я не буду заострять внимание на начальных ходах. Скажу лишь только, что вот на 18-м ходу Балашов здесь применил очень интересную идею, которая, в принципе, на тот момент была новинкой, но и спустя 20 лет, после того, как была сыграна эта партия, всего лишь несколько партий находятся в мегабазе на вот эту позицию после хода ЕД. То есть таким образом черные задают центр, но получают здесь определенные динамические возможности. И, собственно говоря, как раз таки вашим заданием было после CD D5 Е5 найти здесь за черных наилучший способ использовать эти динамические возможности. Ну и меня очень порадовало, что достаточно большое количество людей здесь оставили свои комментарии по поводу этой позиции, попытались ее решить, и некоторые члены нашей группы, которые, собственно говоря, попытались решить эту позицию, решили ее верно. Ну а сейчас, собственно говоря, пару слов о самой позиции. Очевидно, что со структурной точки зрения в настоящий момент позиция белых здесь предпочтительней. То есть пешка C6 отстала, и как раз таки отстался до пешки C6, она еще усугубляется тем фактом, что слон на B7 крайне ограничен в подвижности. Тем не менее, у черных здесь есть одна плодотворная идея, которую практически все, кто пытались решить эту позицию, они отметили. Если черным удастся провести C5, то их фигуры довольно-таки кардинальным образом активизируются. А у белых, как раз таки, несмотря на внешнюю, скажем так, гармоничность их позиции, появятся некоторые проблемы. Другое дело, что идею с ходом C5 нужно исполнять в правильной редакции, и это сделать не так уж легко. То есть, безусловно, это упражнение не является таким уж сложным, но и откровенно-элементарным его назвать тоже нельзя. Потому что, ну, в частности, вот эта позиция, которую вы сейчас видите на экране, помимо партии безгодов-балашов, она также встречалась в партии Дюкич-Михалевский, и Виктор Михалевский на момент, собственно, на момент, когда была сыграна его партия, имел рейтинг сильно за 2600. И вот он в этой позиции избрал не сильнейшие продолжения, а вот Юрий Балашов как раз таки сделал все правильно. То есть, понятное дело, что черные хотят провести C5, но если сделать это сразу, то после АБ белые получают здесь серьезную контр-игру. Потому что, ну, во-первых, они выиграли пешку на B5, а во-вторых, даже если черные каким-то образом ее отыграют, то по линии А белые будут довольно-таки серьезные возможности. То есть, ну, после C5 АБ объективно у белых перевес. И, в принципе, многие из вас это отметили. Другая идея, которая была популярна в комментариях, это сыграть конь F4 и конь E6. И действительно, этот перевод, он вполне логичен, и... Гроссмейстер Михалевский в его партии так и сыграл. То есть, он сыграл конь F4 и E6, потом попытался провести C5. Но проблема здесь в том, что белые могут пойти АБ, и, ну, если черные играют CB, то структура становится слишком статичной. Здесь после FD1 или FB1 у белых лучше, по той причине, что слон на B7 так и не оживает. Если же играть АБ, то да, черные проведут C5, но в тот момент, когда они проведут C5, у них неизбежно будут конкретные проблемы с пешкой B. То есть, они, возможно, решаемы, и я не удивлюсь, если эта позиция равная или почти равная, но... Ход конь F4 это не сильнейшее решение, а сильнейший ход в этой позиции это B4. То есть, таким образом, черные закрывают серзи в фланге, казалось бы, предоставляют белым один темп для того, чтобы наладить координацию фигур. На самом деле, это не так легко сделать, потому что следующим ходом черные играют C5, и нормально подготовиться к этому прорывы белые не могут. В партии Алексей Безгодов сыграл конь H2. Ну, видимо, с идеей каким-то образом перевести конь на G4 и попытаться организовать какое-то подобное наступление на корольском фланге, но Юрий Балашов довольно энергичными действиями здесь предотвратил все эти поползновения. Было сыграно C5, ферзь D3, CD. Опять же, если белым удалось бы здесь стабилизировать ситуацию, то слабость на D5, на B4 и, ну, некоторая рыхлость ферзьего фланга черных, она могла бы сказаться. Но в пользу черных тут такая тот факт, что все их фигуры, все их легкие фигуры, в первую очередь, очень быстро входят в бой. И посмотрите, как всего лишь на несколько ходов черные здесь получили явный перевес. То есть, насколько большое эстетическое впечатление производят конь на E4 и конь на F4. Ну и черные прихватили практически все центральные поля. Вот еще сильный ресурс конь C3. Терпеть такого коня очень тяжело, но брать еще хуже, потому что черных проявляется очень сильная проходная на C3, которая поддерживается двумя слонами. Поэтому была сыграна ферзь D2, черные зафиксировали коня на C3. Ну и в дальнейшем, в принципе, уже была техническая работа, в которой российский шахматист был достаточно точен. То есть, уже теряется качество. На этом проблема белых не заканчивается, потому что бешка D остается очень сильной. Даже на какой-то короткий миг белые восстанавливают материальное равновесие. Но D2 приходится отдавать коня, и теперь у черных уже лишняя фигура. И такой серьезный материальный перевес Балашов легко реализовал. Надеюсь, что вам понравилось данное упражнение. В ближайшие дни я выложу вторую позицию для решения. И жду от вас такой же большой активности, какая была в комментариях к первой позиции. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров.